Здравствуйте! С этого момента с вами Юлия Вента. Сегодня мы с вами произведем полив орхидеи, посаженной в закрытую систему, первый раз после пересадки. Так как это очень важный процесс в уходе за орхидеями, мы будем соблюдать определенные правила. Одним из которых является то, что в день пересадки орхидею мы не поливаем, а даем ей 2-3 дня на заживление ранок на корнях, образовавшихся при пересадке. Воду для полива используем отфильтрованную и отстоявшуюся, и ни в коем случае не холодную. Температура воды должна быть чуть выше комнатной. Итак, наполняем вазон водой. Водичку льем по краю, чтобы на шею орхидеи она не попадала. И таким способом заполняем сосуд полностью. Почему же нужно обратить внимание на качество воды? Потому что при поливе орхидеи водопроводной водой на стенках горшка и на корнях вскоре может появиться белый налет из солей или бурый от железа. При таких условиях корни растения заболевают и плохо развиваются. Орхидеи растения очень нежные, поэтому требуют очищенной воды без жесткости и посторонних примесей. Но, кстати говоря, использовать дистиллированную воду тоже не следует, поскольку она считается мертвой и никакой пользы растению не принесет. Полив же орхидеи холодной водой может привести к увяданию цветов, пожелтению и опаданию бутонов, остановке роста цветоноса и, самое неприятное, к загниванию корней. Вазон наполнился. И заметьте, что шейка, основание растения, осталось над поверхностью водички, так как мы намеренно не долили сантиметр два до края. И теперь оставляем орхидею пить, а субстрат набираться влагой на 15-20 минут. Прошло 20 минут. Следующее наши действие. Убираем лейку. Подготовим емкость, куда будем сливать водичку. Оставлю под ним разнос, чтобы не намочить стол. Берем орхидею, вот так поверх мха, прижмем пальчиками с двух сторон и переворачиваем сосуд. Как видите, ничего из него не вываливается, так как мок придерживает кусочки коры. Сливаем воду полностью, без остатка. Поправим мох, убираем посуду и рассмотрим результат. Сейчас хорошо видно, каким влажным стал субстрат. И как изменился цвет корней. Они стали насыщенно зелеными. И на дне вроде бы водички совсем нет. Но если мы немножко наклоним наш вазон, то увидим, что небольшое количество воды все же стекло на дно. Ну, ее можно там и оставить. Весь мох и корешки, которые были на поверхности, также стали влажными. А посмотрите вот сюда. За эти пару дней показался новый листочек, которого при пересадке совсем не было видно. Цветонос орхидейка начала отсушивать, потому что все ее силы брошены сейчас на наращивание листьев и адаптацию корней после пересадки. Поэтому мы его срежем. Но отсекать будем не до основания, а оставим где-то 2 сантиметра, чтобы внутрь не проникла вода и не вызвала гниение ствола орхидеи. На сегодня процедуры закончены. Следующий полив будем производить через 5-7 дней. А точный срок, на который влияет и температурный режим, и состав грунта, и размер горшка, и еще много факторов, Я буду определять по внешнему виду растения и его корневой системе. При этом могу дать совет. Если вы не уверены, что вашу орхидею уже необходимо полить сегодня, то лучше подождать еще один день. Здесь важно понимать, что полив каждой орхидеи индивидуален. Находите подход к своим растениям. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok